Музыка Осталось у нас два дня до большого праздника, главного праздника нашей страны, поэтому мы с вами находимся на финишной прямой. У нас основные подготовительные мероприятия прошли, остались только штрихи. Сейчас мы активно этим занимаемся, вместе со всеми службами. Я думаю, что и ветераны к нам с удовольствием присоединятся, посетят основные все наши мероприятия. Ну и мне бы хотелось, чтобы жители, в том числе и работники ваших мероприятий, учреждений, тоже приняли самое активное участие во всех праздничных событиях. Сегодня мне хотелось бы еще раз сверить часы по текущей нашей работе. Мы с 1 апреля говорим об одном и том же. Лежит куча. Для руководителя решить этот вопрос достаточно трех дней. Мы говорим с 1 апреля, сегодня 7 мая. То же самое, с 1 апреля я прошу вывести этот путь. Я готов уже деньги заплатить за это. Если у меня техники нету. Впереди 9 мая. Все подслушано, жалобы населения везде. Мер никаких не принимается, хотя обещания были даны, что до конца уберут эту кучу. Решайте этот вопрос. Я не знаю, у вас есть автобус, грузите в мешки и вывозите в мешках, в конце концов. Управляющая компания так и делает, когда не дает службу заказчика технику, она грузит лист, тву, мусор в мешки и вывозит. Мероприятие, благоустройство города. С учетом погодных условий служба заказчика провела огромную, невероятно огромную работу. После зимы было невероятное количество смета. Осталась улица Котовского, еще не убрана, к сожалению. Сегодня будет выезд туда. Вчера убирали улицу Пасторова. Вчера напротив кинотеатра «Русь» попробовали разровнять площадку, подцепить крошку. Не сказать, чтобы получилось в лучшем виде, потому что продавливается, выходят еще грунтовые воды из этого. Но более-менее выровняли. Подходы к празднику, я надеюсь, будут закончены. В субботник проведен замечательная работа, огромная. Очень много количества населения участвовали в этом празднике. До сих пор еще кое-где мусор не вывезен. Сегодня должны вывезти с променада мусор. На контроле держите, чтобы был вывезен. В целом, по городу, в прошлом и за прошлым годах работа была выполнена в гораздо меньших объемах. Надо подпятывать благодарственные письма всем активным участникам этого процесса, организациям, предприятиям. Вопросы по безопасности, по перекрытию основных проездов. Перекресток у нас Гагарина-Госпитальная и Кингисепское шоссе. 9-го числа начнут уже 8-го формироваться очереди из тех, кто поедет в Европу. Поэтому нужно будет учесть этот вопрос. Опять же, проработать его из региона МВД и ГИБДД. Тем более, там пойдет колонна, тем более, там будет такой проблемный момент. Заранее нужно будет все эти вопросы учесть, чтобы переговорить дорогу, как-то убрать немножко транспорт с госпитальной и так далее. Потому что будет очень много. Выделите ГАИ и наряды. Все будет обеспечено. После зимы там все вывезено? Да. Еще есть какие-то места у вас? Площадки приведены в порядок. Только вокруг, как бы вот Гагарина-38, там много мусора, в парке, в кустах валяется. И устроили большую свалку, фундамент между ГИБДД и Кингисепска-20 и Кингисепска-18. Давайте после 9-го мая проедем по городу. Полевые точки прямо пометьте, чтобы мы по ним проехали вместе с службой заказчика. И еще раз посмотрели ситуацию. По всему городу убрать в преддверии праздника будет сложно. И много народу задействованы. По крайней мере, вот эти вот направления. Это площадь Минутка, там, где будет массовое скопление людей. И, во-первых, нужно как-то поднести, там, потому что не обращают внимания, да, убрать. И мусорной контейнер на площадке разгрести. Кингисепска-24, Кингисепска-20. Мы с утра уже проехали, собрали часть. У нас, к сожалению, только единицы, которые ездили. Крупногабарит сейчас прорабатываем еще дополнительные варианты с более крупногабаритной техникой, чтобы хотя бы раз в месяц проезжать. Потому что мы тоже, можно сказать, больше в объеме. Да, 20-кубовый сейчас проговариваем технику, чтобы хотя бы раз в месяц вывозить, потому что иначе мы зарастаем. Очень много людей делают ремонты, старые, какие-то там, мебель и так далее, там, перегородки отлично и так далее. Стальное все очень в порядке на праздники. И мусор все так же вывозим по графику. После встречи с ветеранами у нас поступило обращение от жителей по организации дополнительной остановки возле городского рынка, который на сады. Потому что достаточно много, в том числе и пожилых людей, живет на Федюнинском, на Восточном. И не у всех есть возможность физической отойти. После аппаратного проедьте, пожалуйста, по остановкам, посмотрите расписание. Где-то оторваны уже таблички, лежат на земле, где-то там на проволоке еле-еле держатся. Давайте эту ситуацию возьмите на контроль. Либо у вас не такое большое хозяйство. Мы активно готовимся к 9 мая. Спасибо всем нашим службам городским, бюджетным учреждениям, которые тоже с нами активно работают, помогают, делают, убирают, выставляют. Спасибо нам автобус предоставляет для наших ветеранов. Поэтому 9 мая у нас уже, как традиционно, пройдет парад. Будут участвовать военнослужащие 6-й армии, будет задействована военная техника. Ну и, конечно же, будет шествие бессмертного полка. После шествия будет митинг на братском захоронении. Затем в час дня на речном променаде будет спуск венка на воду. Там же будет Салтатский привал. В 7 часов вечера на городской площади будет концерт, и по 11-го будет салют. Так что все готовим. Надеюсь, что все пройдет хорошо. 5-го числа была передача «Останков» и «Бойцов». Одного передавали Псковскую область, Сибирский район, второго – Палмогоры, Архангельской области. Тоже были очень удивлены гости наши по тому, как это все у нас происходит торжественно и красиво. И просили передать слова благодарности за память, за организацию и поддержку. Хочу обратиться ко всем руководителям, честь, касающимся 9 мая. Обеспечить максимальное прибытие людей. Замечательное мероприятие провели по передаче «Останков». Организовано шикарно, но тоже как-то реже глаз. Школьников нет, ну мало, очень мало народа. В рамках, конечно, патриотического воспитания – это обязательный процесс. Отдельное спасибо огромное жителям Ивангорода, которые потратили время с пользой. Я уверен, пришли на все мероприятия, поучаствовали. Кто-то даже пробежался, пусть небольшую дистанцию, но все, что связано с патриотизмом, с любовью к нашей Родине, эти мероприятия, я думаю, что они важны для каждого, независимо от возраста, независимо от физических возможностей, но тем не менее. Служба благоустройства максимальная мобилизация. Два дня этих мы полностью отрабатываем.